Всем привет! Сегодня разберем топ-10 говноганов, все я War Thunder из веток, по моему личному мнению. Мое мнение с вашим может расходиться, поэтому на вашем месте здесь могли быть совершенно другие танки. Ну, начнем мы с Тайпа 61. Почему данный агрегат занимает 10 место? Потому что наш ИС-7, он не особо играбелен в плане своей брони, которой практически нету. То есть у нас пробивает любой, просто с вертухи, соответственно, что в ЛД, что в ЛД, что в башню, что в ком башню, на своем БРе. А из снарядов у нас доступно то, как сначала сплошные, но на сплошных играть такое себе удовольствие, сами понимаете. Исток выводить, он мне даже не топает, потому что я не катаю на нем. Когда откроете уже камерник станет более-менее, но здесь плюс, почему он на 10 месте. Потому что у него куплетив на второй ветке. То есть он быстро открывается, и он еще как-то более-менее, более-менее играбелен. Но, в основном, я использую его на камерных сарядах, на Ши-7. Тупо флангу его, и все как бы. Так, ну а сейчас пошли на 9 место. И это у нас АСУ-85. В РБ еще как-то на ней можно играть, но в Аркаде нет. Ну и в принципе в РБ она не особо играбельна, потому что, ну, привет самолеты. У меня броня крыши 6 мм. То есть любой заход с браунинга, да даже не с браунинга, с любого другого самолета, это сразу вы минус. Вы не танкуете совсем. Из-за узких гусениц у него не особо хорошая подвижность. Ну, а из плюсов у нас только камерный снаряд в стоке. 230, в принципе, его хватает, чтобы бороться с танками на своем БРе. На 6-3 вы будете пробивать всех. Даже если попадая, соответственно, на 7-0, в принципе, тоже будете пробивать всех. Так, на особый случай есть кумулятив, но до него нужно еще докачаться. Поэтому, ну, он еще не особо эффективный, 300 мм. То есть, даже какую-нибудь 32-ку в башню вы им уже не пробьете. Так, ну, это у нас 9-е место, а сейчас мы, соответственно, переходим к 8-му. И тут у нас новиночка прошлого патча. Моза прошлого, так сказать. Су-57Б. Ну, можно называть Пинокки, Буратино, кто как называет. Минусы, да, этого танка. Он не танка САУ. Он огромный. Это большой коробок, так сказать. Брони у нас особо нету. Тут у нас 30 мм. 25. Крыша у нас 10 мм. Здесь вот под углом вообще легко сюда пробить. То есть, если заход будет, 10 мм. Привет, самолеты. Пушка у нас 57 мм. Саряды у нас как от Т-34-57. Остроголовый и... Ну, тубоголовый и остроголовый, соответственно. Минус какой? Это опять же узкие гусеницы подвижность. И то, что у вас... Вот как корпус, он более высокий. То есть, если кто-то стоит ниже, и вы на него выкатываетесь. Соответственно, он вас сначала видит вот эту часть, а потом уже пушку. Соответственно, он просто стреляет в верхний угол, и вы просто отлетаете. Компоновка близкая. Если пробивает, то это ваншот сразу. Ну, как правило. Поэтому данный агрегат у нас на восьмом месте. Ну, а сейчас у нас седьмое место. Седьмое место, и я отдал М-47. Почему? Ну, потому что, во-первых, его понерфили. Ему порезали углы вертикальной наводки. Что такое минус пять на американском танке? Это ничего просто. В стоке мы имеем только болванки. Болваночка у нас на 207 миллиметров. Что такое болванка 207 миллиметров на 7,7 Берри? Когда вы играете против ИСов четвертых, 54-ок, Тигров вторых. Что такое болванка? Вас просто вертухи в силуэт пробивают. С камордом как-то еще можно в борт объезжать, убивать. Но пока вы докачаетесь, ваша жопа просто сгорит дотла, мне кажется. Тут либо донатить, либо просто не играть на нем, как вариант. Либо купить премиум МКПЗ М-47 за немцев, естественно, играть, как вариант. Больше, я не знаю. Это очень ужасная машина. После нерфа. Когда были углы, еще как-то можно было на нем играть. Вот позиции. Сейчас минус пять. Такое ощущение, как будто вы на совках играете. Ну, а сейчас у нас шестое место. И это у нас М4А3 105 миллиметров. Почему он здесь? На что месте? Ну, более-менее серединка. То есть, имеем перезарядку 10,6 секунд. Но у нас есть кумулятив, который не особо дамажит. И фугас по нерфу, который не дамажит практически. Кумулятивы просто не ваншотят зачастую, а стреляют в кого-то пазика с перезарядкой 10,6 секунд. В полку и выбивая ему там мехвода, к примеру. Ну, это не очень. Когда вас пробивают с вертухи просто в силуэт. Ну, отчасти в силуэт некоторые танки. Некоторым танкам нужно выцеливать башню. Ну, если вы стоите на двухчлене, соответственно, у вас перезарядка становится вдвойне больше. А из-за скорости поворота башни, у вас легко загружить и, в принципе, объехать в борт, убить. Поэтому заслуженное шестое место. Ну, а пятое место у нас... Пятое место... Это... Всеми любимая комета. Либо преминый вариант Эрендюк, либо комета. Плюсы какие? Давайте с ней кусты. Это не особо видно. Плюсы этого танка только башня. Более-менее танкующая. То есть здесь... Много различных скосов, которых... При попадании в которых вы, возможно, ее не пробьете или срикошетите. Ну, а так, в целом, у вас пробивает в полку. Даже танки... Ну, ниже БРа, там, 34-ки 40-го года. 41-го. 41-42-го. И различные КВ-шки. Спокойно. Сюда могут, в принципе, пробить. Сюда. С пятки вообще у нас вертухи пробивает. Пантеры. Просто вертухи. Хода заднего нету. Только позиционная игра какая-то. И... Все. Больше, в принципе, плюсов у него нету. Сряд доступные. Сплошные. Строголовые. Потом вы уже докачиваетесь до более-менее бронебойного. Топуголового. Ну, по сути, с баллистическим колпачком идет. Но нормализация лучше у него. По наклону 120. Здесь 108. Ну, это основной снаряд, потому что он более-менее дамажит. Ну, и можно потом, когда докачаетесь уже до подкалий, брать с собой не особо их много. Ну, а сейчас у нас четвертое место. И у нас... Это КПЗ-70. Почему здесь? Ну, потому что, во-первых, у него 9-3. Вы попадаете по КД против Абрамсов. И, соответственно, вам не особо приятно с ними играть, потому что вы ваншотитесь с вертухи. Пробивается. Как бы... Ну, вы сами понимаете, да, броня? Пробивается. Фугасами пробивается. Ну, в принципе, просто вам в ЛД стреляют. И все. Поэтому... У вас перезарядка 10 секунд. Вы не можете ни с кем поиграть. Особо в клинче, там, пофайться ни с кем не можете. Ну, из плюсов только скорость. Скорость ПТУРы. Которыми можно работать в РБ на дальней дистанции. Ну, а так больше позиционный танк. Если у вас есть какой-нибудь Абрамс, вас просто убьет с вертушки, если... Он два раза стреляет В1, у него подвижность лучше, у него броня лучше. А как мы все знаем, 9-3 кидает, соответственно, повыше. 9-7. Соответственно, 10-0. И 9-0 вот в эту пачку. Поэтому танк умер после ввода Абрамсов ТШ-4БВ. Резарядочных танков. Но сейчас у нас третье место. Третье место, это тоже немец. И это у нас ЖПЗ-4-5. Як-Панзер-4-5, так сказать. Очень картонный. Очень картонный. Пробивается всеми просто в силуэт. Из плюсов хорошая подвижность, как вперед, так и назад. Из минусов броня, соответственно. В РБ особенно с любого самолета, тем более на таких БР-ах. Есть нормальные самолеты, которые даже танки пробивают. С большей броней в крышу. Ну, а еще раз повторюсь, из плюсов у нас только скорость. И все. Больше у нас ничего нет. Потому что в стоке у нас подкалибер. Что такое подкалибер катушечный? Ну, это обычно болваночка. На БР-7-0. Ну, это просто ничто, ребят. Он не дамажит. Особо. Если даже дамажит, там, всем чуть-чуть. Что-то там краснеет, желтеет. Один член экипажа. Докачайтесь до хэшей. Еще более-менее. Вот до кумуляй. Ладно, хотя бы кумулятивы здесь. На второй ветке, не на последней. Более-менее как-то можно докачаться до него. И на кумулях уже более-менее поиграть. Поэтому заслуженное третье место. В данном списке. По моему, опять же, повторюсь, личному мнению. Если у вас есть какие-то комментарии по этому поводу, можете написать. И с кем-нибудь поспорить. Ну, а сейчас у нас второе место. И это у нас ПТ-7.6. Бибортик 5.3. Перезарядка 9.1 секунда. 9.1 секунда, ребят. В стоке доступен подкалиберный снаряд. 147 пробития. По наклонам бьет 113. Что такое 113 пробития? В упор. На БРе. 5.3. Что? Это просто ничего. Самолеты первым делом ищут вас. Арту кидают первым делом на вас. Соответственно, если кого-то... Если увидят ПТ-7.6, сразу пушат ПТ-7.6. Потому что она сделать ничего не может. Разрушение корпуса. Соответственно. И привет ангар. 21 дублёрами на ней. Я на ней практически вообще не катал так. Только чуть-чуть. Открыл вот один снаряд. Мне этого хватило. Поиграть просто на ней. Она неподвижная. У него узкие гусеницы. Плохая подвижность по грунтам. Единственный плюс только плавать. Но стабилизатора у неё нет. Поэтому у вас будет трясти так, что дай бог. Но есть каморный. На 110 мм. Которым хотя бы можно как-то бороться. Вы его открываете. Хотя бы как-то бороться. Но пока вы докатаете до кумуляй. Ваша жопа, как правило, сгорит до тла. Поэтому заслуженное второе место. Ну а сейчас барабанная дробь. И у нас топ-1, по моему личному мнению. Говнотанк. Все игры. Это Ариэль 44. Почему? Потому что боевой рейтинг у нас 5.7. А броня у нас, соответственно, 110 мм. Что это значит? Это значит, что перезарядка у нас 10.6 секунд. Мы стреляем дольше, чем все. А пробивают нас все. Вот как так. Подвижность не особо хорошая. Но более-менее нормальный поворот башни. Из плюсов только можно танчить ВЛДшкой. И все. Сторяд у нас остроголовая. То есть при углу... При угле 150... При угле 30 градусов пробивает 152 мм. А это уже не особо приятно. Потому что нас кидает повыше. И там различные першинги и прочее. Вы стреляете дольше, чем все. И очень... Неиграбельная машина. Раньше, когда ее только ввели, она была неплохая. Я даже купил талисман на нее. Она ваншотила зачастую. Там было заброневое. А сейчас ты стреляешь. Осколков нет. Красный член экипажа. Он разворачивается. С вертухи тебя ваншотит. Все. Она высокая. Она громоздкая. Она не едет. Она дырявая. То есть... Ну, я думаю, это заслуживает первое место. Говноганов War Thunder. Все. Спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайсы. Пишите комментарии. Что вы думаете по поводу моего топ-10 говноганов. Пишите какие-нибудь идеи по видосам. Возможно, все это реализуем. Ссылка на канал со стримами в описании. Залетайте. Стримы каждый день. Всех жду. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok